Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зара Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы хотите быть другим? Давайте я задам вам этот вопрос по-другому. Вы хотите жить жизнью, угодной Богу. Той, которая в согласии с его волей, его перспективой. Потому что у меня впечатление, что многие верующие, на самом деле, если они скажут честно, то скажут ли они «Да, я хочу этого, я хочу жизнь, угодной Богу». Нет, я так часто слышу, что наше посвящение и поклонение Богу, наша любовь к Нему, все это основано на том, чтобы Он делал вещи, угодные нам. А это не поклонение, это не настрой ума истинного ученика. Меня очень заботит состояние поклонения сегодня, потому что слишком большая часть поклонения, эти песни, все они о том, что Бог сделал для меня, или что Он делает для меня, или что Он сделает для меня, как Он меня любит и тому подобное. И проблема вот в чем. Все я, я, я и я. Нет, истинное поклонение — это когда, во-первых, и прежде всего, воздают хвалу Богу за то, кто Он есть. И нам необходимо понимать, что поклонение и образ жизни, поклонение — это исполнение Его воли, поведения, угодное Ему. Так что давайте я задам вам этот вопрос снова. Вы действительно хотите исполнять волю Бога? Вы действительно хотите видеть происходящее с Его перспективы? Потому что если Он откроет вам эту истину, вам надо будет быть готовым принять ее, с желанием, с целью исполнить ее. И это трудное учение. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, пятую главу. Евангелие от Матфея, пятая глава. Мы начали это занятие на прошлой неделе, посмотрев первые пару предложений, но я хочу вернуться назад, потому что это столь важное утверждение. Ешуа говорит, Евангелие от Матфея 5, 43. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». И это понятно. А я говорю вам, любите врагов ваших. Дальше в греческом тексте говорится «благословляйте проклинающих вас». Это важно. Благословляйте. Этот термин «благословляйте» не значит просто говорите им хорошее, но термин «благословлять» значит вести себя так, чтобы благое от Бога давалось им. Это слово подразумевает многое. Оно требует посвящения кому-то еще. Поэтому он говорит, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего как самого себя», как сказано в Торе, «и ненавидь врага твоего». Но Мессия дает заповедь, дает свою инструкцию нам. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. И дальше стоит слово «калос». «Калос» означает что-то являющееся хорошим. И помните, что эти вещи являются хорошими с библейской точки зрения. Это слово «хороший» всегда связано, и надеюсь вы уже знаете, я говорю это так часто. Слово «хороший» всегда связано с волей Божьей. Так что он говорит, «Делайте добро тем, кто ненавидит вас». Что значит «позаботьтесь», может они ненавидят вас, может они ваши враги, может они действуют против вас. А какое мое призвание? Мое призвание — вести себя так, что это будет для них благословением, что побудет их. Мне надо влиять на их жизнь, так чтобы они были благословены, Богом. И он продолжает и говорит, не только это, но он говорит «благотворите ненавидящим вас». И молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И молитва это не «Бог погуби их», но она в контексте того, о чем мы говорим. Молиться за них, ходатайствовать о них. Понимаете, зачастую люди ведут себя неподоброму из-за того, что они страдают. Когда кто-то недобр к вам, несправедлив, против вас, кто-то ведет себя так, что показывает, что он ваш враг, он на самом деле может испытывать в глубине души боль и страдания. Возможно, он был воспитан вести себя таким образом. Он думает, что должен вести себя именно так. Я разговаривал с одним человеком, и он рассказывал свое свидетельство, и сказал следующее. Он был воспитан, его научили, что если он не пойдет и не возьмет, то ничего никогда не получит, что все против него, а потому надо брать все в свои руки, чтобы получить то, что требуется. И до того, как прийти к спасению, он подходил к жизни в очень антагонистической манере. Один конфликт за другим, поскольку он думал, что все против него. Так он был воспитан. Люди не проявляли к нему любовь, не проявляли доброту, заботу. Его отец не обеспечивал его с самого раннего возраста. Он был предоставлен сам себе, так что для него это было выживанием. Но придя к вере, мы что-то понимаем. Мы уже не в ситуации, когда нам надо выживать, опираясь лишь на себя. Почему? У нас есть Небесный Отец, и зачастую, именно это нам и необходимо говорить самим себе. Что-то происходит, я чувствую пустоту, у меня есть нужда, я не вижу, как она может быть восполнена. И что мы тогда делаем? Мы понимаем, у меня есть Отец Небесный, Небесный Отец, который любит меня, и Он обеспечит меня всем необходимым для хождения с Ним. Я не сказал всем, что мы хотим. Я не сказал все наши физические нужды. Но Он обеспечит меня всем для хождения с Ним, для исполнения Его воли, и для того, чтобы я приносил честь и славу Его имени. И если делая это, посреди этого я потеряю жизнь, это будет хорошо, потому что выйти из этого тела означает «водвориться у Господа». Так что у меня нет никаких беспокойств. У меня есть Тот, кто хранит меня. Я люблю это местописание. Библия говорит о Господе Боге Израиля. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Он не дремлет. Он хранит нас. Почему? Чтобы нам не приходилось беспокоиться о том, чтобы хранить себя. И поскольку мне не надо беспокоиться о том, чтобы хранить себя, я теперь могу любить ближнего, как самого себя, но также любить своих врагов, молиться за них и благословлять их. Итак, Мессия говорит «молитесь». Средина 44 стиха. «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И он говорит то же самое слово. На самом деле это другое слово. Мы переводим его с греческого. Обычно это два синонима слова «гонящих». Но есть и небольшое отличие. Нюанс. Один подвергает гонениям ради того, чтобы что-то получить, а другой поступает недобро, жестко, грубо, потому что вы ему не нравитесь. Неважно, что это. К вам недобры, потому что вы им не нравитесь, или гонят вас, потому что что-то хотят получить от вас. Вы для них являетесь препятствием. Он говорит «несмотря на это, молитесь за этих людей». 45 стих. Он говорит «да будете». Вот как вы становитесь сынами Отца вашего Небесного. Что значит слово «сын»? Две вещи, как я упоминал раньше. Сын. Когда мы слышим слово «сын» — это слуга. Сын исполняет, участвует и в конечном итоге берет на себя вещи, относящиеся к целям его Отца, к воле его Отца. По мере роста и взросления он становится тем, кто исполняет цель своего Отца. Таким образом, сын — это слуга. Что он говорит нам в этом месте Писания, в этой Нагорной проповеди, но особенно начиная с 43 стиха, мы должны вести себя совсем не так, как в мире. Мы должны себя вести совсем не так, как это правильно в наших собственных глазах. Он говорит «вот как вы становитесь сынами Божьими». Говоря «сын», я не имею в виду, что это относится только к мужчинам, исключая женщин. Вовсе нет. Сын — это просто обозначение слова «слуга». Сын уникальным образом берет на себя призвание Отца, принимает на себя роль Отца. Библейские, как верующие, как верующие мужчины, так и верующие женщины, мы призваны быть сынами Божьими, слугами Бога. И также термин «сын» имеет еще один очень значимый аспект. Он также, и я надеюсь вы знаете ответ, «сын» — это также и наследие. Итак, мы будем служить Богу, но поймите, что в служении Ему также будет и наследие, которое мы получим. Почему он говорит это? Он говорит «вот как вам служить мне». И между прочим, если будете поступать так, то вы получите чудесное наследие. И вот к чему это сводится. Вы действительно верите в то, что есть наследие? Вы действительно верите в то, что этот век придет к концу? Наша жизнь в этом мире как пар, и нас заботит вечность. Так спросите себя, какая наиглавнейшая перспектива для вашей жизни? Такая ли моя земная жизнь лишь пар? Она пройдет быстро, и это нормально, потому что для меня главная вечность, то есть Царство Божье. Или в реальности, если нам надо выразить то, во что мы верим в глубине сердца, ну, я надеюсь, что есть Царство Божье, надеюсь, что все эти вещи, о которых я читаю в Библии истинны, я хочу верить в них. Я принял Евангелие, но я не уверен насчет этих наград в Царстве, насчет этих благословений, обетований и так далее. И поэтому я ощущаю давление в этом мире. У меня ощущение, что время убегает, и это так. А потому меня заботишь, чтобы мне получить, достичь, иметь, потому что может скоро и конец. Есть очень известное выражение из рекламы, и там сказано, «У тебя есть один шанс однажды в жизни, и потом конец, а потому старайся получить все удовлетворение». Они используют слово «удовлетворение». Все удовлетворение, пока все не кончилось. Такой взгляд на вещи неправилен. Я уверен, что эта реклама была успешной, ведь именно так и смотрит мир на явление жизни. Все временно, все уходит, ресурсы скудны, их не хватает, людей слишком много, и потому буду упорно трудиться, чтобы получить то, что я хочу. Это ложное учение. Царство, в которое мы верим, это царство изобилия. В царстве Божьем нет нехватки ни в чем. А потому нам незачем заботиться о том, что мы имеем, и чего мы не имеем в этом мире. А заботиться надо о том, чтобы благословлять других и помогать им. Так что мы читаем в Писании, в 46 стих, он говорит, вернемся к 45-му, «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу». И теперь Он говорит не о Сыне, а о Солнце, о солнечном свете. Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Он — это Бог. Он в этом мире благословляет и тех, и других, и посылает дождь на праведных и неправедных. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» То есть, если вы любите достойных любви, тех, кто любит вас, то делаете ли вы что-то похвальное? На самом деле, что Он говорит здесь? «Если вы так делаете, — говорит Он, — то не то же ли делают и мытари?» Мытарь, сборщик налогов, был человеком, который совершил измену против собственного народа. Он стал слугой и работником Римской империи. И теперь мог действовать властью Римской империи. И теперь он мог эту власть использовать. Он мог сказать, «Эти люди не платят налоги, они не верны своим обязательствам Цезарю». И этот сборщик налогов мог использовать эту власть, чтобы давить на людей, и угрожать, что он может отправить их в тюрьму, если они не заплатят достаточно. А как сборщик налогов получал свою оплату? Денег от Римской империи сборщики налогов не получали. То есть, Римская империя зарплату им не платила, так как они получали деньги. Вот как это делал римский сборщик налогов. Ему давался район, и с него он должен был собрать сумму, которая требовала Римская империя. А все, что он собирал, больше свыше этой суммы и составляло его зарплату. То есть, сама система подталкивала его к злоупотреблениям. Так что сборщики налогов использовали свою власть, чтобы угрожать людям, чтобы они боялись, что их бросят в тюрьму и забьют, накажут римляне за то, что они не заплатили налоги. А потому этот страх заставлял их платить больше. Сборщик налогов старался получить как можно больше с каждого человека. И он говорит здесь, что даже сборщик налогов, эгоистичный человек, предавший свой народ, кто отвернулся от народа Израиля, от народа Завета, и такой человек, работавший на угнетателей, на захватчиков, римлян, даже такой человек обладал способностью любить любящих его. Если вы ведете себя так, какая ваша заслуга? Какую вы думаете получить награду, если ведете себя как сборщики налогов? Итак, еще раз, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Говорит он, «Не то же ли делают и мытари?» «И если вы, — говорит он, — приветствуете?» Это тоже очень важное утверждение в культурном плане. В еврейской культуре у нас есть то, что называют «дришат шалом». «Дришат шалом» — мы обычно сокращаем и говорим «даш». Мы говорим «передай привет своему мужу». И это важная вещь. «Дришат шалом» — значит «искать, просить, молить о шаломе». А что такое шалом? Воля Божья. Итак, здесь говорится, если кто-то говорит «дришат шалом», «приветствия». «Эти приветствия во исполнение воли Божьей, чтобы они были только на твоем брате». И это все, о чем вы заботитесь. «Если Божье благословение получает тот, кто вам нравится, то что вы сделали особенного? Что сделали необычного?» Он говорит «не так ли же поступают и...» И здесь у нас изменения. Если вы посмотрите новый заветный стиле Оланда, то там такой перевод. «Не так же ли поступают и язычники?» Если вы посмотрите текстус рецептус, то там то же самое слово. «Сборщик налогов». Но идея вам понятна. И язычник, и тот, кто предал свой народ, они ведут себя одинаково. Так они поступают. Итак, переходим к 48 стиху. И этот стих для многих людей очень трудный. Многие верующие, эту идею, эту планку, которую Бог устанавливает для меня и для вас, мы как бы отвергаем и говорим «Нет, нет, это не для меня». Но он для вас. 48 стих жизненно важен. Мы должны понять его и осознать, что это наше призвание. Позвольте мне задать вам вопрос. Вы знаете, что Писание говорит? «С Богом все возможно». И вопрос, который я должен задать вам в это время, верите ли вы в то, что с Богом все возможно? И это связано также с тем, верите ли вы в сотворение. Есть люди, которые говорят, «Ну знаете, я верю в то, что мир был сотворен Богом, но за миллиарды и миллиарды лет, или что был большой взрыв, и затем что-то произошло, и Бог восстановил мир». Разве так сказано в Писании? «Идите и пополняйте». Нет, там сказано «не пополняйте», а «наполняйте землю». И другое слово выражает ложную доктрину. В еврейском тексте именно так и сказано. «Наполняйте землю». Если у вас проблема верить в то, что Бог сотворил небеса и землю, и все, что в них, и привел все в порядок, и творение произошло в шесть дней, то у вас будет проблема и с верой во второе творение. И я говорю о Царстве Божьем. «То, во что вы верите о творении, так важно». Почему? Потому что как Бог принес порядок, совершенство, то, что хорошо в этот мир. Между прочим, мы, люди, испортили все через первородный грех. Но Эдемский сад был творением, когда Бог сказал, «Вот, хорошо, весьма хорошо», потому что это было делом Его рук. А как Бог привнес порядок в это творение? Очень просто. Он сказал, «Как Бог начал творение?» Он просто сказал, «Бог может сделать все через свое слово, и Он может производить великие изменения». Одна из моих любимых историй в Ветхом Завете о том времени, когда сыны Израилевы, они так боялись своих врагов. Враги обложили их осадой, и люди были так голодны, что ели голову осла. На самом деле, среди Израиля даже имел место каннибализм. Они так боялись врагов, они лишились всякой надежды. И вот пришел пророк, и пророк сказал, «Завтра будет еда», а она была в то время очень-очень дорогой. Люди, как я сказал, ели, то, что не было даже кошерным, поскольку голодали до смерти. И пророк сказал, «В это время, завтра, цена еды у ворот будет такой-то». Еда у ворот, но еды-то нет. Как она может быть у ворот, и как она может быть такой дешевой? Как может все вернуться к тому, как было до осады? И что сделал Бог? Он просто сказал. И Он создал такую ситуацию, когда все эти враги, эта огромная армия, обложившая осадой Израиль, услышала шум и испугалась. Из-за этой ситуации враги обратились в бегство. Однако люди, находившиеся за стенами города, этого не знали, и было несколько прокаженных. И они пошли и намеревались спросить о милости, так как тоже были голодны. И знаете, какую разницу это делает? Они хотели попросить врагов дать им что-нибудь поесть, потому что они в любом случае умерли бы. И что происходит? Они идут и обнаруживают, что врагов нет, и есть еда, много еды. Они поели, а затем пошли и рассказали руководителям Израиля. Люди вышли тоже стали есть. И как и сказал пророк, цена еды вернулась к нормальной. Бог это сделал вот так. А вы верите в то, что Бог может сделать все? Я верю. И раз Бог может сделать все, я имею в виду все, Он может произвести праведное изменение, совершенное изменение в моей жизни. Почему я это говорю? Посмотрите на последний на сегодня стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Тут есть заповедь, и нам необходимо понимать, что так оно и есть. Это заповедь. Мессия говорит, «Итак, будьте совершенны». Как? Это то же самое слово, которое говорит, что ж, Мессия, умирая на кресте, сказал, «Совершилось». Позвольте мне сказать вам, Он совершил свое дело и сделал это совершенно. Он исполнил волю Бога. Позвольте мне сказать вам, что мы с вами можем исполнить волю Бога для нашей жизни. И Бог готов содействовать, помогать нам. Он помазывает нас делать это. Так что 48-й это стих, который нам надо разбирать, изучать, размышлять, молиться над ним. Каждое утро, напоминая себе о том, каково наше призвание. Он говорит, «Итак, будьте совершенны». Совершенны как? То, что я считаю совершенным? То, что мир считает хорошим, совершенным или надлежащим? Нет. Он говорит, как совершен, Отец ваш Небесный. Поймите следующее. Он мог бы сказать, как совершен Бог. Но почему Он говорит о Боге, как об Отце? Какая причина этого? Потому что всякий раз, когда мы встречаемся с термином «Отец» в Писании, в отношении Бога, вы знаете, что должно приходить нам на память? Обеспечитель. Отец — это обеспечитель. И Он обеспечит все. Услышьте это? Он обеспечит все, что необходимо, для того, чтобы мы служили Ему. Как? Служили Ему? Совершенно. Не говорите, «Ну, я просто грешник, спасенный благодатью, а потому я никогда не смогу сделать что-то по-настоящему хорошее, по-настоящему праведное, по-настоящему совершенное». Вы можете. Почему? Потому что делаете это не вы, а Дух Божий, живущий в вас. Так что приложите этот стих к сердцу. Это цель, это то, к чему мы стремимся, и это то, чего Бог ожидает от нас. Бывает ли, что у нас не получается? Часто не получается. Но бывает ли, что мы достигаем цели? Бывают времена, когда мы ходим в совершенстве и хвалим Бога, потому что это все Он в нас. Он говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен, Отец-обеспечитель, Отец ваш Небесный». Что это говорит нам? Это говорит нам, что мы должны быть как Он, что мы должны исполнять Его дело, и все, услышьте это, все, что делает Бог, это совершенно. Итак, вопрос, на который нам с вами надо ответить такой, стремимся ли мы, есть ли у нас желание в совершенству, не с мирской, а с Божьей перспективы, исполнять совершенную волю Божью? Когда вы в последний раз молились, «Боже, используй меня, чтобы я мог совершенно исполнять твои цели сегодня». Вот как верный слуга Божий молится, живет, вот чего он ожидает. Пусть Бог обильно благословит вас. До встречи на следующей неделе. Шалом из Израиля. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.